всем привет друзья вы на канале кик точка рует андрей давид и у нас в руках попал к нам на растерзание huawei made 20 light я знаю что андрей ты очень хорошо относишься компании huawei и для меня загадка почему до сих пор ты себе его не купил здесь же новый процессор до меня это все эти больше всего интересовало потому что huawei очень долго ставил как и samsung свой 659 кирин везде нормальный процессор если не играть здесь наконец выкатили новое поколение процессоров кирин 710 новый техпроцесс такой смартфон обладает определенными плюсами интер для себя выделю здесь очень неплохой действительно неплохой экран симпатичный дизайн и неплохие камеры были за эту цену да а все остальное понятно уже там надо смотреть по тому что вам нужно если вам нужен какие-то сложные игрушки то конечно этот смартфон вам подойдет не так хорошо как какой-нибудь покафон да но так иначе понятно что если вы любитель поиграть хоть когда-то иногда то хотя бы на средних настройках конечно лучше смотреть какие-то другие смартфоны и в благо в этом дизайн сомневозоне тоже очень много какие интересные модели в конце обязательно перечислить это новинка и нам очень интересно было его тестировать приятного просмотра по внешнему виду и материалу смартфон ничем не удивил это стеклянный телефон задняя крышка у него стеклянная рама разумеется металлическая две камеры немножко выступают но расположены они посередине поэтому даже если телефон положить он как-то не так сильно качается когда камера одна где-то сбоку сверху у нас есть дополнительный микрофон с левой стороны лоточек он совмещенный слот либо две сим-карты либо вместо 2 карту памяти можно поставить с правой стороны тоже в принципе некий стандарт эта кнопка включения и клавиши громкости снизу у нас один мультимедийный динамик он достаточно громкий стерео здесь нет только один динамик на боку разъем для наушников три с половиной миллиметра качество звука мне показалось вполне хорошим ну и конечно разъем type-c сканер отпечатка пальцев находится на задней спинке устройства разблокирует быстро кроме того можно разделать разблокировку лицом разблокирует также быстро как и все стеклянные телефоны сожалению телефон немножко скользковат рама металлическая здесь стекло и особенно скользковат если вы на какую-то поверхность его положите на что-то например он просто может съехать поэтому я бы конечно рекомендовал прикупить к нему какой-нибудь банк с камерой смартфон особо не удивил поставил практически такую же компоновку как и вонры 10 как в ново 3 основная камера двойная 24 мегапикселя плюс два мегапикселя и сэфе камеры тоже двойное за счет этого нас какая-то получается такая широкая монобровь 20 мегапикселя plus 2 мегапикселяdos и камер therapists ночи неплохая как раз за счет использования двух камер позволяет делать нормально портретные снимки на сэлфи то есть разумеете заднего плана и так далее лучше сắc и камер очень даже неплохая хорош газо детализация использование современного процессора который тоже может анализировать ваше лицо улучшает еще лучше разглаживания кожи скрыть о дефектов и так далее в общем любители селфи тоже этот смартфон определенно полюбит основная камера уже честно говоря как мне кажется не дотягивает не до honor 10 не до нового 3 это в принципе понятно она неплохая очень хорошо снимает днем мне нравится принципе какого и вообще снимают в камере есть искусственный интеллект и он включается по сути одной кнопочкой на камере вот здесь а и и честно говоря как мне кажется лучше все-таки его отключать если вы не собираетесь эти фотки выкладывать куда-нибудь в интернет в инстаграм потому что в инстаграме когда вы смотрите фотографии там красочные вот эти яркие цвета смотрятся интересно какой автоматический фильтр такой получается ночью и в сумерках от этой камеры много требует не надо детализация сильно снижается конечно здесь до флагманов да тут далековато теме не качество снимка вполне приличная для социального сегмента видео смартфон несмотря на современный процессор 4k не пишет зато пишет 1080 60 кадров в секунду оптической стабилизации здесь нету тем менее качество видео в принципе очень даже достойная но и да тут есть кстати вот эти масочки замечательные как и в принципе на новой 3 появилась вот сейчас я открыл и я говорящая ящерица работает кстати ну так себе честно говоря конечно до айфона далековато с их продвинутыми со всеми технологиями но там но горящая вишняка повоза же милашка да а вот с производительностью к сожалению беда если коротко то 710 high silicon кирин конечно меня разочаровал один кластер 4 ядра 1 и 7 гигагерца второй кластер 2 и 2 всего 8 ядер но все портит видео процессор молит g51 он четырех ядерный на максимальных настройках танки когда играешь это просто беда у меня fps падал до 6 до 4 я такого не видел даже на ультра бюджетных телефонах на максимальных настройках мы поиграли на средних настройках получилось там около 40 среди мы проседание были до 25 27 поэтому если вы планируете поиграть лучше посмотреть на его собрата на тот же honor 10 чуть меньшим экраном но huawei nova 3 который чуть дороже вроде как либо по такой же цене можно купить honor play но если вам не важны эти игрушки выберете телефон не для этого то не разочаруетесь телефон может и не такой быстрый но проблем каких-то не будет я каких-то лагов и подтормаживания в системе не замечал и не замечаю оперативной памяти в телефоне 4 гигабайта встроенный 64 сам процессор построен на базе 12 нанометровой технологии это хорошо это новый процессор и здесь есть модуль искусственного интеллекта он пока управляет только камерой но возможно со временем будет какое-то развитие то есть процессор новый хороший но не для игр дарьки все ожидаем 3 на 3750 миллиампер и несмотря на то что большой экран у нас все-таки современный процессор смартфон живет очень даже неплохо видео без остановки на максимальной яркости крутит практически 9 часов что учитывая размер экрана очень хороший показатель в повседневной жизни смартфон вам хватает будет где-то наверное на день-полтора может быть если не так сильно выгонять то на 2 хотя вот учитывая размер экрана и так хочется на нем смотреть видео открывать его сидеть вы не читать и так далее поэтому я бы честно говоря больше чем на день не рассчитывал особо спасает ситуацию любом случае наличие быстрой зарядки зарядка идет через usb тайп сей в комплекте идет сразу зарядник на 5 вольт 2 ампера поэтому полностью смартфон заряжается до 100 процентов столя где-то за полтора часа показатель в принципе даже неплохой то в прошивке достаточно глубоко интегрирована работа с автономностью то есть смартфон через там несколько дней начинает понимать в каком режиме вы живете когда вы запускать какие-то приложения определенные и начинает как-то это более глубоко контролировать это реализован за счет используя опять же своих процессоров и своей прошивки поэтому смартфон после покупки через неделю две будет жить у вас где-то дольше на 10-15 процентов чем сразу из коробки тоже приятно знаете когда берешь в руки любой huawei или honor неважно то вообще все одинаково и раньше многие смеялись над силами что вот они выпускают один за другим телефоны которые не отличаются друг от друга а вы переплюнул сяоми однозначно переплюнул когда ты берешь телефон это нам хорошо я не ругаю за то что они похожи тут все знакомо и привычно есть практически все начиная от мелочей которые могут вам пригодиться например можно переназначить кнопку вот эту назад и кнопку список последних приложений легко поменять местами можно сделать управление разных жестами можно сделать одну кнопку можно костяшкой пальцы начертеть например разделить экран пополам можно нарисовать какую-то букву запустить приложение оболочка очень гибко и это хорошо если вам не нравится оболочка тогда есть только рабочий стол и меню приложения вы можете переназначить одним нажатием у вас будет меню приложений можно разумеется вот это вырез или монобровь как ее называют по-разному ее можно скрыть оболочка гибкая и приятная настроить под себя телефон вы сможете очень гибко экран данного смартфона это пожалуй одно из его достоинств большой дисплей 6.3 дюйма разрешение full hd плюс 19.5 на 9 экран здесь вопросов не вызывает даже за эту цену надо еще поискать кто лучше по качеству экрана единственно что стоит конечно заметить совсем маленькое количество информации в углу у вас жирается каких-нибудь играх или видео конечно вот эта монобровь он достаточно широкая но здесь ее можно скрыть функционал для этого встроен в стандартную прошивку от компании huawei и она здесь скрывается полностью то есть не отжирается пункт никаких пикселей как на некоторых других устройствах и выглядит это достаточно лаконично действительно чтобы здесь ее увидеть на самом экране надо приглядеться несмотря на то что обычно ltps дисплей используется не amoled тем не менее черный цвет очень глубокий и действительно очень качественный андрей прокомендовал бы ты такой телефон не знаю там друзьям родственникам кого человек она смартфон купит точно не разочаруется определенную очень интересный дизайн хороший экран неплохих полных камера производительность ну да может быть на максимальных настройках в игре не поиграешь на среде достаточно бы так сказать так что этот процессор более современной поэтому винации на медиуме хватает хватать будет и там через полгода после покупки не будет сильно лагать тормозить типичный середняк но по цене не середняка принципе это по цене samsung но samsung за эти деньги дает водозащиту например я молит экрана но это старт продаж от шага мистер упадет вести данный смартфон посмотрите у характеристики может быть актуальная цену по ссылкам под видео все это можете в разных цветах да и nfc здесь есть с другой стороны понятно что конкурент как обычно кого ты можешь назвать но выбирая выбирая нет почему выбирая между ними но за те же деньги сейчас хонор play если целый номер спраховый если порховый конечно вот три но вот ряда жду рачу притом они все одинаковые у них 3 750 у всех аккумулятор экран 6 и 3 с одинаковым разрешением у всех разъем под наушники они фактически одинаковые камеры немножко отключается но не сильно и памяти побольше памяти до нового 3128 и память камера немножко получше надо лосо и процессор однозначно там лучше 970 а если отойти от хуавая то вообще море да тот же самый папка фон пока фон конечно вот я пользуюсь сам сейчас пока внизу 156 самсунга 8 полном плюс на самом деле конкурентов этого смартфона много если конечно вы приверженец хуаваев назвали в самом начале хотите новинку просто купить и пожалуйста он у меня тоже нравится вот дизайн пусть камера выступает на блин какой-то он необычный скажем так приятно приятно на на этом пожалуй закончим если оставить какие-то вопросы все же в комментариях под видео спрашиваете что интересует по этому телефону что купить допустим из конкурентов если этот смартфон чем-то расчаровал конечно подписывайтесь ставьте лайк у нас скоро будет много других интересных видео андрей давид всем пока счастлива на сайте написано снято на другое устройство это жесть какая-то на сайте написано когда красивые селфи там написано на сайте huawei что снято на другое устройство это как вообще и кстати отдельную маленькую фишку замечу но хотя это у многих есть дать не фишка нихера защита защита зрения ночью что еще сказать как и все стеклянные ах ты мать твою это что вообще и болен нет убери уберите на ответ так что если вы игры не играете то конечно вы не почувствуете этого перегреть перегрелись похоже это чё за прикол